Друзья, всем доброе утро. У нас новый день. Продолжаем вкладку пятого ряда. Вчера я, конечно, себя очень плохо стал чувствовать. Жара была невыносимая, солнце прям палило, руки все обгорели. Видимо, получил солнечный удар, давление шандарахного, голова вот такая вот. В общем, не знаю, часа в четыре дня я уже просто не смог работать. Кое-как очухался дома под ледяной водой. В общем, очень плохо, тяжело на такой жаре работать. Еще первая жара, как я тоже говорил вчера, что как-то солнце палит, оно прям не по-детски. И после таких прохладных дней, да, то есть и резко вышло тут солнце. В общем, короче, вчерашний день закончился. Он в ванной комнате, под ледяным душем, таблетки от головы и все такое. И вот у нас время сейчас 6.20. 6.20 утра, и пока солнце, оно только-только начинает вставать, там еще немножко не было еще так позатянуто. Хочу поработать, пока нету этой жары. Очень тяжело работать на жаре, если честно. Ну и плюс еще, как бы солнце жарит, руки открыты, там вроде сам футболки, а руки открыты, руки как бы, ну, сгорают. И вот поэтому сейчас пойду по-быстренькому поработаю, проведу там эти кладочные работы. Пока там выставляю блоки по углам, плюс где-то стены, пересечения. То есть, во всех угловых местах, то есть, задача выложить вот как раз блоки. Вчера я это не успел, мне там два или три блока осталось. Именно самые основные блоки, от которых все начинается идти, стены. Как раз время есть до обеда. Часов до 12 можно спокойно поработать, ну, а там время покажет. Вот, погнали. Мне кто-то из подписчиков, кстати говоря, при прошлой кладке, тогда, когда у меня вышли ролики, если кто их смотрел, когда я начинал только ложить кладки первого ряда, там, второго ряда, мне такой интересный вопрос задали. Должен ли клей быть таким жидким, как у вас? То есть, у меня был там клей такой определенной консистенции. Вот, и вообще, если честно, я думал, что это нормально, да, его состояние как бы, ну, то есть, что я его нормально развожу. У нас же как в России. Мы сначала делаем, потом читаем. И здесь у меня так же получилось. Я его вроде, ну, развожу так, так сказать, на глаз. Вот, а потом, в этом году я взял, ну, решил просчитать все-таки инструкцию, как разводится клей. Вот, и там получается, что на 25 килограмм, на мешок, по воде, что-то 5-7 литров воды всего. Вот, ну, сделал я там 5-7 литров воды. Замешал туда 25 килограмм. Я просто даже у меня миксер, хотя вот миксер, которым я развожу клей, он такой, ну, нормальный, мощный. Вот, он просто не смог размешать. Там просто такая сухая консистенция получилась. И пришлось немножко добавить воды. В итоге у меня получилось около восьми, там, или девяти литров воды. Чуть побольше, чем идет по инструкции. А тот литраж, который указан инструкцией на мешке, ну, его вообще нереально прям размешать. Если это даже его размешать, ну, там просто сухой какой-то, то есть, ну, сухой клей получится. Я не знаю, он постоит какое-то время, ну, просто не знаю, как он вообще будет работать. В общем, по... И, в общем, получается, что более-менее такая нормальная консистенция клея, да, то есть, как у меня получается, на 25 килограмм у меня уходит около 9 литров воды. Так, на заметку. Короче, проблема тут такая. Вот, как бы я не выронил, короче, плоскость. Вот сейчас ложу пятый ряд, и у меня блоки один фиг, какого-то фига вот такого всякого разного ложатся. Я уже не знаю, я уже и там, это, получается, и шпать терял побольше, ячейку вот эту, саму зуб. Здесь вот еще более-менее с угла пошло. Вот там, нас угол. И вот тут сразу видно, вот перепад есть. Здесь вот такой вот перепад получается. На видео, вроде, как бы, кажется, мало, но тут, наверное, нельзя там, 0,2 миллиметра. Тут вот так уж получилось, я ничего не смог сделать. Я не знаю, с чем это связано, как только это получается. Может, кто знает, что-то вообще за тема, напишите в комментариях. Это вот получилась консистенция клея. Здесь чуть больше 9 литров, ну да, наверное, литров 9, все-таки немножко жидковатый, конечно. В идеале получается литров все-таки 7. То есть 7 литров воды на 25 килограмм и нормальная консистенция клея получается тогда. Работает и, конечно, удобнее, да, там с таким вот, с такой консистенцией, но для кладки это, конечно, не есть хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, котельная получается. Пятый ряд уже готова. По факту целый день только вот на этот ряд ушел. Очень, конечно, долгий процесс. Пена, кстати, клея пена, в принципе, ничего так мне понравилось. Она очень хорошо прям заполняет все поры. Даже я вроде человек, как болт, там, неуклюжий, там, без опыта, да, там, взял его, бросил, вроде все это там, ну, запенил, грубо говоря, бросил блок, и там половина вот этого пена, она осталась здесь. Но вот эта пена, которая осталась на стенках все-таки, вот она хорошо видно, она раздувается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Напишите в комментарии, что, кто порекомендует, если есть вот, кто смотрит, да, кто уже опытный в строительстве, как удобнее все-таки сделать. Вот этот подъем, то есть стены будут подниматься. Как все-таки это лучше сделать, удобнее, попроще, чтобы уже стены поднимать, когда будет наверху. Вот выложил два блока, и у меня, короче, ерунда, она-таки идет. Вы знаете, я вот здесь вот ставлю уровень, вот, перед тем, как ложить блок. Выложу сюда уровень, блин, он показывает уровень, вообще четко, идеально. Я ложу блок, он у меня перекос туда, перекос сюда. Шпателем выравниваю, вроде, ровную поверхность клея. В итоге получается вот такая вот ерунда. Хотя блоки, в мире, вроде, как бы нормальные. Напишите комментарии, друзья, что я делаю не так. Мне это, блин, уже надоело. Я сейчас просто понимаю, что я сейчас 5 отряд на эту ложу, и мне просто еще пол дня надо будет с этой теркой шлифовать, бегать. Почему у меня так происходит? Плоскость ровная, клей идеально ровный. В ложу блок, блин, а он... Он кривой. Что, что не так? И они все относительно это грубо вот так вот ложатся там, блин. Это вообще жесть какая-то. Да. 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 Друзья, пригласили в баню. Так как своей бани еще нету, ездим к друзьям в баню. Какой-то сегодня день, конечно, не очень такой. Надо разгоняться. Немного непривычно. Надо входить в колью. Вот получилось так, что сегодня хорошо так потянул спину. Вот сейчас сижу и у меня просто, ну и такая боль неимоверная. Прям, блин. Ну это прям не передать, конечно. Если кто срывал спину, тот меня поймет. Вот. Ну да ладно. Я думаю, до завтра заживет. Сегодня уколов обезборщик поставлю, да и все, в принципе. Ну как будет своя баня после рабочего дня, можно будет сходить в баню. Вот. Я думаю, кто живет в частном доме, все знают, все понимают, что в частном доме всегда есть чем заняться. Построить дом, это, конечно, самое первое дело, но на этом ничего не заканчивается. На этом только все начинается. поэтому стройка у нас длинная. Поедем мы сейчас в баню. Поедем к друзьям. Ну а завтра мы продолжим. Иди сюда. Иди сюда. Гамлет. Сидеть. Гамлет. Сидеть. Ура! Ура! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, вот, маленько расходился Вроде более-менее, конечно, боль even Нел 생각ение есть Обезболивающе, все дела Посмотрим Сейчас попробую начать там Как получится Наша задача доложить Пятый ряд Погода позволяет, погода вообще классная Прям просто огонь Идем дальше Субтитры подогнал «Симон» 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 Ну все, погнали в следующий ряд, у нас получается вот остался один ряд, надо его кое-как добить уже, вот, очень получился такой долгий пятый ряд, в связи с тем, что спину повредил, у него в принципе осталось один ряд, там около 15-16 блоков, это в районе одного куба, просто по прямой, добиваем, в принципе на этом все. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Прораз пошел контролит Так, ну все, пятый ряд готов, успел сегодня это делать, потихонечку не торопясь, все получилось, вот у нас окно, это кухонное окно, здесь это получается у нас будет кухня, это уголок. И это еще одно окно будет смотреть во двор, окно, окно, это у нас тут большая арка, проход будет, котельная. Вот это у нас арка, а это у нас общий вход, там вход, получается в котельную отдельным входом, отдельным входом получается будет. То есть вот здесь дверь я не стала делать. Ну что друзья, вот так вот закончится мой пятый ряд, очень тяжелый он оказался, наверное блин самый тяжелый, но это в связи с тем, что повредил спину. Ну что я пока буду шлифовать, готовить шестой ряд, я думаю немного еще будет времени восстановиться немного в спине. В принципе все готово, вот идем дальше, в следующие ролики мы смотрим как будет у нас подниматься шестой, седьмой ряд, все окна у нас определены, поднимаем окна. Будет пять рядов, то есть первый этаж пять рядов и одиннадцатый, извиняюсь, десять рядов и одиннадцатый ряд это армопояс. То есть в общей длине получается там два шестьдесят пять высоты. Посмотрю, может и чуть повыше еще подниму, все-таки там не десять из газобетона и одиннадцатый армопояс, а сделаем одиннадцатый из газобетона и двенадцатый это будет из газобетона. Посмотрю по высоте, то есть уже сам для себя как бы там решим. Вот пока идем дальше. Друзья, всем спасибо, кто посмотрел этот ролик до конца. Кто не подписался, обязательно подпишитесь, поделитесь этим видео с своими друзьями, поддержите своими лайками, своими комментариями, наш канал, своей подпиской. Ваша подписка это вообще очень хорошая поддержка для нашего канала. Всем хорошего настроения. Ну и конечно же, как всегда, до новых встреч. Надеюсь, вы останетесь с нами. Пригласите своих друзей и знакомых, поделитесь этим видео обязательно в соцсетях. Да, друзья? Поставьте себе колокольчик, а то, чтобы вам первым приходило уведомление о наших роликах. Ну ладно, мы идем отдыхать, готовимся к шестому ряду. Ну и скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok